В столице Черноземья продолжается проект «Больничные клоуны». О том, как встречают весельчаков в своих палатах маленькие пациенты, спросим у гостей студии. В программе «Утро вместе» Мария Зубаченко, психолог, Елена Карасан, детский кардиолог и участник проекта Элина Фирсова. Доброе утро! Доброе утро! Рада вас видеть в нашей студии. Действительно, мы уже анонсировали больничную клоунаду в нашей студии, и вот сейчас проходит некоторое такое расширение, преобразование этого проекта. Был проект «Клоунский патруль». Он трансформировался, правильно? Он живет и как-то развивается? Да, мы трансформировали проект. Мы поняли, что одной клоунады недостаточно, что детям еще нужны арт-терапевтические занятия для того, чтобы переносить больничные стены более комфортно. Но это направление не только для детей, а для их мам в том числе, потому что им тоже очень сложно наблюдать свою беспомощность в ситуации больницы и полагаться только на доктора. И хотел бы помочь, а вот не может. Конечно. Поэтому помимо веселых мероприятий с клоунами, мы еще придумали арт-терапевтические занятия, где мамы и дети могут выражать свои эмоции посредством искусства. Что делают они на этих занятиях? Это разнообразные занятия. Все зависит от возраста детей. Если это трехлетний ребенок, то мы строим занятия под него. Это может быть дорисование самое простое, где ребенок наконец может без ограничений брать все, что ему нужно, потому что мамы все заботятся, они от всего оберегают. Если это взрослые дети, недавно мы делали свечки, мы занимаемся мыловарением, вот будем на этой неделе. Это такая возможность ребенка почувствовать себя не только выразить эмоции, но и почувствовать полезным, потому что он сделал какой-то продукт и подарил его маме. Или, например, Елене Ивановне, как это было в этот раз. На самом деле рисовали на воде. Это тоже было вообще волшебно. Настолько красиво, я даже не ожидала, что даже маленькие детишки смогут это сделать. Но под руководством Марии, мне кажется, любой станет профессиональным художником. Спасибо. Арт-терапия лечит. У нас сегодня в гостях еще и клоун, Стася. Собственно, расскажите, пожалуйста, как вы попали в проект? Вы еще учитесь, правильно? Да, у нас пока еще проходит обучение, оно в основном на практической основе. То есть там несколько модулей. Также мы ходим к деткам в больнице, посещаем кардиологическое отделение. Занятия очень насыщенные. То есть дальше мы все планируем идти дальше в эту работу, продолжать свою деятельность и развивать ее именно в Воронеже, в Воронежской области, потому что это очень нужное и важное направление. Я считаю, что оно должно развиваться вообще везде. И правда, как и для детей, так и для взрослых. Не расскажите, чему вас обучают на занятиях? Что должен уметь клоун? По пантомиму? Жонглирование? Нет, это немного про другое. Тут больше о том, как помочь ребенку, поддержать его в разных ситуациях, в этой больничной обстановке, чтобы он потом вышел, и у него остались какие-то более положительные эмоции, чтобы это не вызывало страха. И самое главное, не навредить в этой ситуации. И как дети встречают вас? В основном все встречают хорошо, позитивно, с радостью. То есть не было такого, что кто-то не хотел. Да-да-да, такого нет. Ну а вы сами как-то это для себя открываете? Или есть все-таки опытные больничные клоуны? Потому что вот мы знаем, что есть в других городах, и они могут передавать опыт. Да-да-да, конечно. Мы проходим обучение с Лерикой Лукиной. Она уже в своем деле 11 лет, настоящий профессионал. И она передает нам свой опыт, все свои знания. И проходим обучение мы все с ней. В течение уже идет второй модуль. Она нам передает свои знания. И также мы с ней проходим практику, ходим в больницу. Она нам помогает и все рассказывает. Хорошо. А вот вы с психологом работаете, потому что, ну, все-таки для взрослого человека, скажем так, не родителя маленького пациента, зайти в палату к серьезно больному ребенку и попытаться его развеселить, ну, наверное, тяжеловато бывает все-таки эмоционально. Да, это тяжело. А особенно выйти потом из этой палаты, оставить там его, что, вот как прорабатываете? Пока что нет, но я считаю, что нужно, потому что это и правда сложно. Все-таки невозможно так вот выйти и забыть. Все равно проникаешься этим, принимаешься близко к сердцу, и нужно как-то с этим работать. Елена, у вас уже, наверное, многолетний опыт. Ну, вы хоть не клоун, вы, конечно, врач-специалист, но, тем не менее, общение с маленькими пациентами – это неотъемлемая часть вашей работы. Вот вы насколько видите положительную динамику при вот таком взаимодействии? Эту положительную динамику вижу не только я, но и мамы отмечают. Потому что приход такого позитивного персонажа, да, независимо от того, будь это больничный клоун или это психолог со своими арт-методиками, детки воспринимают очень радостно. И даже мама замечает о том, что если малыш в нашем отделении после операции там жалуется, что вот больно вставать, мы его пытаемся активизировать всяким способом, а он – не хочу, не хочу. А когда приходит клоун, мы его уже оттуда не можем вытащить, потому что он, на самом деле, они играются, они веселятся, они забывают про свои болезни. И даже мамы удивляются тому, что, подождите, так он мне вроде вчера там до туалета еле доковылял, а тут, посмотрите, он вместе с детьми радуется и веселится. А со стороны врачебной-то можно так делать? Можно, можно. Мы все это четко контролируем. Именно поэтому мы не просто берем аниматоров с улицы, которые могут играть с детьми, с обычными здесь. Именно поэтому подошли серьезно к этому вопросу и взяли такого хорошего педагога, чтобы воспитать целую плеяду больничных клоунов у нас в регионе. Чем должен обладать какими-то, может быть, знаниями клоун больничный из медицинской сферы? Да или не обязательно? Всегда есть кто-то рядом? Нет, всегда есть кто-то рядом, но мы в любом случае им говорим, что если есть какие-то ограничения, допустим, по нагрузке, то есть насколько ребенок может быть активный, да, то есть есть дети, которые... Прыгать нельзя, допустим. Да, допустим, есть, мы говорим, что вот здесь прыгать нельзя, некоторые детки будут сидеть, пока они там с ним играются и так далее. Конечно, мы каждый раз предупреждаем. Это же культурно-массовое мероприятие с большим масштабом. Практически всегда это как будто индивидуальная программа для ребенка. Конечно, он этому радуется. А сколько, кстати, человек может участвовать в подобных... Все отделение, грубо говоря, или там по три, по пять человек, да, или палаш. Ну, если касается нашего отделения, у нас же всего 8 кое-как мест, получается, детских в нашем отделении, и поэтому практически всегда участвуют все. Все, кто может, даже некоторые, кто не может. Да, Мария даже грудничков с собой берет, потому что они пропитываются какой-то такой энергетикой, и пусть он даже не рисует, но мажет что-то красками, но все равно позитив цепляет, потому что атмосфера, на самом деле, царит нереальная. Ну, а нету вот отторжения все-таки у маленьких пациентов, потому что, ну, действительно, может быть, ну, не хочу, чтобы меня трогали. Ну, вот, бывают же дети капризничают, честно откровенно. Знаете, очень важно переключить внимание, потому что ребенок, правда, в этих больничных стенах. Он ходит там от одной палаты к другой. Когда приходит сторонний человек, который вовлекает его во что-то, правда, дети встаются, забывают, что у них что-то болит. Как-то раз мы с Еленой Ивановной, я приехала, и были детки только после операции. И мы быстро приспособили для них, как можно рисовать в кровати, как это можно сделать. И там есть один из моих любимых детей, Николай, который, несмотря на там все свои операции и болезни, он всегда готов рисовать поезда и рассказывать про них. И это, правда, какая-то такая история, в которой ты уходишь и понимаешь, что ребенок заряжен, что весь день он будет продолжать чем-то заниматься, он будет на позитивном настрое. И это важно, потому что это способствует выздоровлению. А привязанность? Ведь у детей наверняка вырабатывается привязанность и к клоунам, которые приходят. Потом, когда они, может быть, выходят из этих стен, есть какая-то обратная связь или после общения? Дети и мамы всегда могут прийти на консультацию к психологу, для них это бесплатно. И они посещают мероприятия, вот недавно они ходили в театр. Да, у нас же есть сообщество «Кардио-дети-клуб», где детки уже даже после выписки, они состоят в нашем сообществе, и мы проводим различные мероприятия для выписанных деток. Мы, в частности, проводили недавно мероприятие для мам, потому что мы решаем, каждый год российский детский фонд придумывает очередную крутую идею для мам. Потому что, да, ребёнок больной, но это для семьи огромная нагрузка, психологическая нагрузка, и нам очень хочется их порадовать. И поэтому мы придумали такой замечательный праздник. Мы пригласили семьи, где мама была главным героем. Российский детский фонд пригласил команду стилистов-визажистов, которые их накрасили, превратили просто вот в таких принцесс нереальных. Это было бы преображение, которое захватывало дух. Пригласили профессионального фотографа, и в студии была фотосъёмка. Это вы даже не представляете. Я видела этих мам в отделении, я видела их каждый день. Я видела их в радостных эмоциях, когда они выписывались. Но таких сказочных, таких волшебных и светящихся я не видела никогда. Я уходила с этого мероприятия, у меня слёзы стояли на глазах. Я писала в чат рабочий о том, что девочки — это нереально, это такие эмоции, которые просто не стоят многого. И мамы, они говорят, мы даже не знали, что такое возможно. А такое возможно. У нас было мероприятие, когда мы приглашали мам на День матери на рисование. Они рисовали картины. То же самое. Причём Российский детский фонд, он всегда очень думает и о тех мамах, чьи дети маленькие, они не могут оставить. Поэтому и в этот раз, и в прошлый раз работал аниматор, который сидел с детками в отдельной комнате, рисовал. Детки могли всегда проверить, что мама на месте, вернуться, порисовать. А мама себя чувствовала вот такой красоткой. Выдохнула хоть немного. Да это же здорово. Ну, конечно, надо и мамам отдавать отдыхать, потому что на маме-то бывает всё и держится. Дальнейшее развитие проекта. Что дальше? Вот сейчас отучатся, собственно, клоуны. Клоуны и как дальше? Куда пойдут? Насколько часто будут ходить? Мы точно ждём клоунов в кардиохирургии детской. Нам это нужно и важно, потому что вот намечаются праздники, например. Так, новогодним как раз, да, праздникам. Это будет здорово, потому что ребята знают специфику и понимают, как осторожно можно поднять боевой дух у деток. И мы не заканчиваем проект. Вот он продолжается. Есть занятия с мамами, с детками, помощь психолога. Российский детский фонд это поддерживает, тиражирует. То есть это не единомоментная какая-то вещь? Нет, нет, это длится уже как бы не один год. Есть прекрасная детская комната. Да, у нас теперь есть игровая в нашем отделении. И вот как раз в этом помещении мы можем организовывать эти все праздничные мастер-классы и собирать детей, когда приходит к нам клоун. Это, конечно же, было сделано для того, чтобы был уголок, такой оазис, не больничной обстановки в отделении. Когда ты заходишь туда, закрываешь дверь и понимаешь, что ты все, ты в другом месте, ты не в больнице, ты вот где-то, где-то в такой стране, где все хорошо, где все замечательно, такая сказка вокруг тебя. Ох, пожелаем вам, конечно, поменьше работы и побольше положительных эмоций. Спасибо вам за то, что вы делаете такие замечательные дела. Удачи вам. Напоминаем, о больничной клоунаде не только нам рассказывали и Мария Зубаченко, психолог, Елена Карасан, детский кардиолог и участница проекта Элина Фирсова. Наше утро продолжается. Оставайтесь на телеканале ТВ «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ТВ «Губерния»